Слава нашему Господу за то, что мы имеем такое обещание, что придет время, пройдет наша земная жизнь, и если мы будем идти за Ним, то Он нас украсит славными венцами. Оказывается, Христос все и делал, и дал нам все необходимое, а нам приходится идти за Ним. Он вместо нас идти не будет. И я вспоминаю такой один случай из моей жизни, это был я, когда неверующим человеком был, работал я в городе Муроме, мы однажды со своим другом, который из Баранович, я как-то напоминал, как раз вот оно еще, и с этими мышлями пришло на память, вот это время. Ну и там в городе Муроме очень редко ходили автобусы. А мне кажется, мы кого-то в больнице посещали, ну просто своего друга в больницу пришли. Ну и сели, ждем автобуса вместе с ним, кто это, Юра, помню, Корнин, фамилия была, может, Баранович был. Сели и сидим, приходит автобус. Постояли, вот мы сейчас и отправляться надо уже. И сидим, говорят, ну, говорю, опаздываем. Он говорит, опаздываем. Ну так побежим? Конечно побежим. И сидим, никто не в сторону. И пока мы рассуждали, побежим, побежим, уходит автобус, мы так и не побежали. Мы так и не побежали. Но мы собирались, мы видели, что он уходит. А что пользуется этого? Когда мы делаем решение и собираемся, и не идем. Вот мы этот псалом пропели. Он нас украсит славными венцами. Но что надо будет идти делать? Ну мы за ним пойдем след. А если не пойдем, украсит, можем вообще остаться. Не просто неукрашенные, а вообще погибнуть. Поэтому очень хотелось бы, чтобы в сегодняшний день, и когда мы празднуем этот праздник Вознесения, мы не просто его отпраздновали, не просто отметили это важное событие в жизни Иисуса Христа, но что-то взяли для себя. Потому что Иисусе мы пришли, отпраздновали, даже поздравили друг друга, но ничего не увидели в себе. Но самое главное, что мешает нам жить? И впоследствии не сделали выбора правильного, не стали меня жить, тогда это бесполезно. Тогда вот мы сделали, но мы просто потирали время. А вот когда мы что-то к себе приложили, и это задело сердце наше глубоко, и мы сказали, все, больше я так жить не буду. Надо менять что-то. Ну и конечно, сами мы не поменяем ничего. Но Господи, прости меня за то, что жил или жила вот так, и помоги мне вот так вот исполнить то, что написано. Вот тогда будет все нормально. Потому что я не слишком долго буду говорить сегодня, хотя вот это событие Вознесения, оно отмешано буквально во многих местах Священного Писания. Потому что это уже точка поставлена. И мы сегодня, если даже будем жить, исполнять Писание, где-то, где-то нарушать его, то Писание говорит, не все будут восхищены. А вот взяли да остались некоторые. Христос пришел, взял своих, а они остались. В общем, пришли и спрошали в двери. Господи, Господи, нам оттворить. Он говорит, а кто вы такие? Да мы же ели и пили перед тобой. На нашей улице Финав учил. Он говорит, не знаю, по каким вы улицам ходили, что вы ели и что вы пили. Но вы не готовы ели? Как сегодня это понять? Мы же в собрания ходили. Мы же регулярно старались быть. Господи, вот, ну, это вы были, но вы слушали. А жили так, как и жили. Я недавно ставил одну нужду об одном брате. Ну, такая нужда, неординарная ситуация. И здесь по стандартам не рассудишь. И Господь так интересно говорил для него. Но сказал одну вещь такую. Говорит, но ты с ним не договаривайся. Он все равно сделает так, как хочет. Ты не встроил иллюзий. Вот так вот он будет делать. Он все равно сделает так, как он решил. Так что не договаривайся даже с ним. Вот так часто бывает в нашей жизни. Вот когда мы слушаем Господу. Когда мы ходим в наши молитвенные дома. Господь говорит, мы тогда спрашиваем у Господа. И если попадет по нашему желанию, хорошо. А если нет, сделаем по-своему. Сделаем по-своему. Потому что, ну, нам так хочется. Поэтому я читаю одно место священного Писания. Вообще у меня выписано немало здесь. Но я просто на некоторые детали брошу внимание. Почему? Потому что мы все хотим войти во спасение. И кому-то может посчастливиться. Уже все-таки короткое время последнее. Может кто-то даже из нас сидячих здесь уже не увидит смерти. Будут тела изменены. Но кому-то придется умереть. Но мы хотим быть воскрешены. А если пришествие заставить в живых. Мы хотим быть восхищены. Потому что я сегодня чуть-чуть добавлю. Кто-то говорил о воскрешении мертвых. Но не надо забывать, что мы хотим быть участниками первого воскрешения. А ведь будет еще и второе. Будет второе воскрешение. Воскрешение осуждения. Если бы только было одно первое. То для миллиардов людей это было великим счастьем. Все забыто. Все, что делали. Аннулировано. Ну и что будет второе воскрешение? Когда грешники предстанут пред лицом Божиим. И когда будет сказано отойдите. И будет мера наказания на знак соответствия с грехами. Вот поэтому мы хотим быть первым воскрешением. Участниками. Мы хотим быть восхищены. Потому что придет время. Там через тысячу лет еще будет второе. И никто этого не отвинет. Это будет воскрешение осуждения. Когда все мертвые пристали перед Господом. И судимы были каждый по делам. Помните, это уже последние строки Библии. Откровения Иоанна. Поэтому я хочу обратить внимание на деяния апостолов. Наверное, еще не буду прочитывать. Но с шестого стишка несколько стихов прочитаю. Почему они? А то с первой главы читаю. Почему они, сошедшись, спрашивали его, говорили, Не в силе время Господи восстанавливаешь ты царство Израилю? Он же сказал им. Не ваше дело знать времена или сроки, которые отец положил в своей власти. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святый. И будьте мне свидетелями. В Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самаре, и даже до края земли. Сказавшие, он поднялся в глазах их. И облако взяло его из вида их. Мы обратили внимание, как сильно вот эта плоская жизнь держит человека в плену. Уже сколько раз они ошибались этим плоским мышлением. А мы было думали, что он восстановит царство Израилю. А между тем уже третий день, как и в гробе. Нету. Правда говорит. Женщины приходили и говорили, что его не видели. Женщины и женщины всегда кто-нибудь выдумают. Им иногда и не верят поэтому. Потому и им не верят. Но там была правда. Женщины сказали правду. Но от того, что... Говорят, чем отличается брат от сестры? Говорят, у брата в одно ухо влетает, а в другое вылетает. А у сестры два уха влетают, через рот вылетает. Вот, говорят, и разница между ними. Это немножко с точки зрения юмора. Но на самом деле вот этим авторитет подрывается. Вот это женщина. Ну что же, что же за ее возьмешь? Женщина. Но они сказали правду. И вот приходит время. Уже последние минуты расставания. А расставания не всегда. Они какой-то печалью дышат на сердце. Но, наверное, они еще не совсем понимали, что произойдет. Но Христос, говорит, собрал их. Уже последняя беседа. А у них одно в голове. Вот на земле что. Но, может, это уже то время пришло. Но раз ошиблись. Там думали, что пришел царство, его распяли. Но там еще где-то ошиблись. Ну, третий раз. Нельзя ошибиться. Может, уже теперь мы в точку попали. И теперь не попали. Потому что думаете о плотском. Вот это не ваше дело. Что нужно будет, чтобы произошло на земле, оно произойдет. А вот вы думаете о том, чтобы не потерять спасение, чтобы быть несвидетелями. И для этого я иду к отцу. И вот я вас от них не оставлю. Лучше для вас, чтобы я пошел. Помните эти слова? Потому что, если я не пойду, то что? Учешитель не придет. А если пойду, пошлю учешителя. То я один, где-то в одном месте. Я сразу совсем не могу быть. А Дух Святой получит миллиарды христиан. И будут в единстве, если будут его слушаться. Вот я что для вас хочу сделать. Вот вы не унываете? Вы знаете, несмотря на наш анализ, который мы часто анализируем, события, пытаемся будущее проанализировать. Но как бы нам ни казалось, но если Господь с нами имеет дело, то будущее всегда будет лучшим. За что благодарение Богу. Вот им казалось, ну уходит все. Теремпо, седня нити, связи. Он говорит, лучше будет для вас. Ну вот попробуйте поверить, что он лучше. Вот когда другому советуем, вот тебе, Иван Иванович, будет лучше. И ты верь. Я могу, допустим, брату Игору, тебе будет лучше. А вот когда самого качнется, не лучше. Не лучше. Я думаю, вы все это пережили, я такое самое пережил. А другим говорила, когда жена заболела, стал мать. Господь говорит, вот будет все хорошо. А она уже посинела. Вот и верю, что будет хорошо. Когда видишь обратное. Ну, до сегодняшнего дня жива. Хорошо. Ну, как мне просто все-таки верить? Как мне просто все-таки верить? И особенно, когда себя лично касается. Что другом будет хорошо, то я всегда верю. А вот что мне будет хорошо? А как хорошо, когда мне хуже становится? Вот попробуйте поверить. Но Слово Божие нас, это мы и учатся. Мы не обращали внимание на обстоятельства. Обращали внимание на обетование Божие. И вот эти ученики здесь. Он им одно, а он ему другое. Может, ты уже вот тут царство становишь, говорит. И не собираюсь пока. Но я своими словами говорю. У меня другой вопрос решается. Я строю церковь. Поэтому, друзья мои, я просто хочу обратить внимание. Перед тем, как вознести. Сегодня кто-то из братьев подметил эту мысль. Чтобы вознестись, не так, то просто пройти жизнь. Вы знаете, что Христу пришлось пережить? Чтобы быть вознесенному. Родиться на землю и прожить жизнь здесь, на земле. И, наверное, вы не один раз говорили, что для чего все-таки я пришел на землю? Для чего-то надо было. Даже когда веруешь, чем-то уже сильно веру, он задушивает. И то приходит, мой Господи, зачем? Лучше бы меня не было. Но Писание говорит так. Я напомню одно место священного Писания. И один смысл поверхностный. Мы все знаем. Это вот место священного Писания, которое говорит о том, кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. Помните там местописание? Так вот мы один смысл хорошо понимаем, что родиться от воды и духа, от Слова Божия и от Духа Святого. Но здесь есть второй смысл. Прийти на землю воплоти. Что же сотворено из воды и водой? Вы знаете, в этом написано. И тот, кто не родился на землю, он никогда не может войти в Царство Небесное. Надо пройти вот эту шлифовку, рожь, чтоб был. И тогда можно войти в Царство Небесное. Сегодня, наверное, мы этого не ценим, потому что в земную жизнь не испытали много проблем, горечи много, и никогда, наверное, не укусили полноты радости Небесного Царства. И, на общем, у меня это очень трудно вместить и трудно оценить достойно. Но, наверное, это что-то очень великое, что Господь приготовил для тех людей, которые пройдут эту земную долину, которые научатся среди греха жить святой жизнью. Это надежные люди. Это надежные люди. И говорят, в это Царство Небесное стать причастниками тела Господня. Ангелы хотели бы, эти служебные духи, но им этого не дано будет. Потому что они не жили воплоте. Они святые, они мощные, могущественные, но они служебные духи. А люди, которые пришли на землю, и прошли свой путь, которые научились сознательно отвергать грех. И среди греха жить святой жизнью. Это как раз то, что отличает церковь, должно отличать от других людей. Или от тех, которые вообще не соприкасались. Потому что во вселенной, наверное, есть еще что-то живое, которое вообще с грехом не соприкасалось. Я очень хотел бы, чтобы мы сегодня, когда будем молиться, поблагодарили Бога за то, что Он позволил нам жить на этой земле. И готовить нас к чему-то великому и большому. Что мы сегодня не можем воспринять в общей полноте, не можем понять. Но Господь сегодня это делает. Он знал наперед, какие мы будем. Как мы будем роптать, как мы будем обижаться на Бога, каким мы будем несправедливы по отношению к Нему. Но зная все это наперед, Он все равно послал нас на землю и дал нам спасение, за что благодарение Богу. Я иногда слышу, когда люди говорят, может быть, не совсем на 100%, они и верят в то, что говорят. Может быть, какое-то неразумение, в разуме какой-то непорядок. Но они часто говорят там, Господи, Ты, наверное, ошибся, что Ты мне вот доверил это. Но не могу я. Но не могу. Ты, наверное, ожидал меня больше, потому что Ты много дал мне, но Ты видишь, что Ты, наверное, все-таки ошибся. Ничего подобного. Бог не ошибся. Он знал, какие мы будем. Он знал наперед все. И, тем не менее, дал нам то, что мы имеем. И, прежде всего, жизнь вечную. За что благодарение Богу? Но, чтобы вознестись, надо пройти что-то. А это необходимо. Я читаю о Христе, что написано. Я читаю одно место в послании к евреям. Вот. Как важно было вознесение. Сегодня кто-то эту мысль выразил. Что только люди не делали, чтобы он не был вознесен. Но, чтобы Господь стал тем, кем он сегодня является для нас. Евреям, 7 глава, 26-27 стихи. Таков и должен быть у нас первосвященник. Святы. Не причастны злу. Не порочны. Отделены от грешников. Привознесены выше небес. Вот, оказывается, что надо. И если бы он не был превознесен превыше небес, то не мог бы быть и нашим ходатаем, и первосвященником. Вы скажете, к чему вообще это? А я все сложу к самому простому. Нам тоже надо быть вознесенными. И кому-то придется пройти тем же путем, которым прошел Господь наш Иисус Христос. Когда мы читаем благословения, которые Бог дал этим 12 сыновьям Якова, они самые разные. Я только два возьму. Говорит, название Ашира. Я даже могу его прочитать. Я специально отметил. А в Ашире сказал, благословен между сынами Ашир. Он будет любим братьями своими и окунет в елей ногу свою. Это уже счастье, когда ты в церкви и любим братьями. Но не всем это счастье дано. И Охих был один из благословеннейших. А его братья любили? Не любили. И из зависти что делали? Сказали, ты нам не нужен, ты лишний у нас. Мы другой. Вот есть Ашир, есть Дан, есть Нефалим, есть Завулон, есть многие. Поэтому, если сегодня вы в своей церкви даже любимы братьями, то благодарите Богу. Ну, не удивляйтесь и не ужасайтесь, и нет. Христа любили? Кто-то любил, а кто-то и не любил. Моисея любили? Кто-то любил, а кто-то и не любил. Всех погребали с благовониями или с почетом? Не всех. Правда, для Христа все сделали то, что надо, потому что он ни в чем не виноват был. А вообще-то его распяли между двумя разбойниками. Кого распинают? Разбойников. Сколько их? Три? Три? Злодеям. Злодеям. Ну, злодей разбойник. Разбойник же на крыше. Злодеям причем. И надо было все это пройти. И надо было все это пройти. Поэтому, я думаю, не просто все. Все непросто. Не так-то легко все дается в жизни. Поэтому очень хотелось бы, чтобы в сегодняшний день что бы нас не сопровождало в жизни, чтобы так прошли свой жизненный путь, чтобы были восхищены Господом. Потому что конечный цель это там оказаться. Сегодня хорошо здесь. И верующие, и спасенные. Но пока кто-то в зарытые, и можно так зарыться, что им сам ранее не попасть. Зарились в зарытые. Ну и что? Ну и кто дальше? А восхищение? А ноги в земле по пояс. Попробуйте вытянуть. И голову можно оторвать. И у нас отрываются часто. Бог вытягивает, 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 вытягивает. Никак. Никак. Трудно-то все. Поэтому я обращаюсь сегодня на это самое серьезное внимание. И читаю еще один текст Писания. Я все не перечитываю. Я просто очень хочу, чтобы мы поняли, не такой-то простой путь для христианина, чтобы попасть в восхищение, воскресение мертвых. Все пережить можно. И даже то, что никогда не ожидал. И то можно пережить. На другой день, Иван Глеб Матфея, 27 глава, 62-66 стихи. На другой день, который следует за пятницей, собрались первосвященники и фарисей к Пилату и говорили, господин, мы вспомнили, что обманщик тот еще будучи в живых, сказал, после трех дней воскресну. И так прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики его, пришедшие ночью, не украли его и не сказали народу воскресить мертвых. И будет почти не обман, хуже первую. Пилат сказал им, имейте стражу, поедите охранять, как знаете. Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили к камню печать. Как вы думаете, это была печать какого-то благоволенника Христу или печать, чтобы навсегда закрыть выход? Закрыть. Вы скажете, а в чем дело? Как это понять сегодня? Я знаю некоторых сестер, такие свидетельства, это свидетельства прошлых времен, когда в церкви стукачей много было, когда доносили то, что делается. И одна из сестер будет совершенно не виновата в этом. ни разу ничего не было. Она и умерла с этим клеймом с печатью предателем. Слушайте, ей было приятно, что она знала, что так о ней думают, на самом деле было не так. И когда похоронили, то кто-то благодарил Богу, что ее уже нету, а она не виновата была. В Америке слушаю свидетельства, когда неверующий сын с другом убили отца своего пастора. И сымитировали, что значит он повесился, самоубийца. И когда его хоронили, то никто практически не знал, что на самом деле произошло. А вы знаете, что вот таких даже же не хоронят так, как положено. Православный даже где-то там, вообще где-то за оградою. Сейчас уже хоронят. Сейчас уже хоронят. Уже образумились. Уже хоронят. Но не в этом дело. Вот как родным, как близким отпереживать все это. Пусть они уже там признавали, что это было так на самом деле. А верующий пастор, кто там разбирался, что произошло. Хорошо, что его нету. Говорят, положили в гроб и в той печать поставили. Но самое главное, что здесь Бог является той личностью, которая решает все. И несмотря на то, что говорили, несмотря на то, что распили и погремли, несмотря на то, что камнем провалили и печать поставили, Бог его воскресил, за что благодарение могло. А как он не просто пройти все это? Вот тому, кто это проходит. И Бог допускает. Потому что именно вот так шлифуются люди. Правда, что мы все святые в молитвенном доме, правда? И благословляем, а когда курица соседская попадет, то что делаем? О! А то надо послушать еще. Надо какие шедевры выдают наши братья и сестры, чтобы только удивлять, как это можно? Почему? Здесь все хорошо, когда создается обстановка, притом неприятно воздействующая на человека, вот тогда открывается его внутренность, кто он есть на самом деле. Нас нельзя узнать, кто мы есть в молитвенном доме. мы откраемся тогда, когда нас унижают, когда? Ну, перечисляйте, что может быть. Мы все переживали что-то совершенно несправедливое. И вот какие вы были в самом худшем случае вашей жизни, такие вы и есть. Я говорю не для того, чтобы на кого-то показать, потому что в этих вопросах мы сами себе можем дать только полноценную оценку. Другой не даст, потому что мы не знаем, что внутри человека находится. А вот сами сегодня искренне можем проверить а, а я. Что вчера было? Что вчера было? Вот вспомните, что было и как себя вели. И все. И не надо пророку, не надо откровений никаких. Не надо много говорить. Посмотрел на себя, сравнил со Словом Божиим и ответил попаду в восхищение или не попаду. Я, например, однажды проводил, когда это было где-то в Штатах. Я знаю конкретно людей этих, все знаю. когда некто из братьев написал в Вашингтон такой кляузу. Там у него что-то было к пастерам и так далее. Написал там, что там говорят семейная мафия в нашей церкви, там детей учат, учат на языках молиться, уши им крутят. Ну и вот так вот. Написал такое. Эти братья не понимают, откуда все проверки пошли одна за другой. Это проверить, кассу проверить, это проверить. В Америке значит за деньгами смотка. Там просто так не пройдет, все достанут. Ну и проверить, в чем дело. Ну и после, значит, однажды попал это письмо одному еврею разумному, которое он написал. И он его отправил назад по адресу. Но получилось так, что поштальгон вложил не в его ящик, а вложил значит соседу. А там брат верующий. Тоже рядом. Он открывает, вызывает паспорт, он говорит, вот что тут написано. А там написано такие вещи. А этот паспорт говорит, слушай, я знаю, кто это написал. Он мне говорит, где-то несколько дней назад на кафедру записочку писал о помощи. Точно этот адрес? Почер тот же самый. Призывает этого брата, он наглядь, точно он, его письма. Ты писал, я братья, бес попутал, бес попутал написал. Тоже говорит, слушай, а что ты думаешь? А как же ты войдешь в Царство Небесное? Братья, кто меня в Царство Небесное пустит? Я только на дверей, а там меня никто не пустит. И он понимает головой, но продолжает делать вот такие вещи. Он и здесь когда был такие вещи делал. Это наверное болезнь такая. У нас еще есть время проверить наши собственные сердца. Я сегодня не говорю что-то большое, глубокое, я просто говорю, что у нас разный путь. Не надо удивляться, что вот так и так происходит с кем-то. Почему Бог так делает? Он знает, что допустить, чтобы нас отшлифовать, чтобы наш характер исправить. Чтобы наш характер исправить. Чтобы мы действительно могли свободно войти в вечные обители, потому что написано туда ничто нечистое что не войдет. Я хотел бы, чтобы мы сегодня проверили каждое свое собственное сердце. Святые мы или нет? А как проверить? Ну мы ходим собрать, мы молимся. Ну вроде шкаты очень просто. Молимся то молимся, а что мы думаем и чувствуем, когда молимся? Если молимся и хочется молиться, слава Богу. Если мы молимся, но не можем дождаться, когда молитва кончится, плохо, никакой швятости нет. Праведность некоторой мира есть, потому что делаем правильно, делаем правильно, а чувства это наши осквернены и поражены. Вы меня хорошо слышите, что я говорю? Можем делать правильно, но совершенно быть не согласными с тем, что делаем внутри нашего сердца. Одна сестра сказала так, чувства не исцелены. И теперь сравните вот то, что я говорю, и жизнь, мысли, дела и чувства. Что вы чувствуете, когда делаете? Это очень важно. Вы помните посадик филипийцам? Я все еще не связываю с вознесением, ведь конечно цель, чтобы вознесения на небо были, а приходится проходить и проверать себя, не только то, что я делаю, если даже я не согласен, но делаю правильно, я уже имею преимущество. Почему? Бог меня не будет судить, потому что я делаю правильно, все равно. А благословля тоже не может. Чувства мои не те, что надо. Вы меня хорошо сестра понимаете? Одна сестра после этого не одна, четыре подошло сразу. Они сказали так, вот в точку. Действительно, когда мой приходит муж пьяный, я ему все делаю так, как надо, я ему улыбаюсь, я его принимаю, я его кормлю, но я терпеть его не могу внутри. Урок вот и все. И ничего в таком случае не получится. Вы слышите меня хорошо, что я говорю, потому что Господь говорил, у вас должны быть те же что? Чувствования, что его Христе Иисусе Господе нашим. И вы соглашитесь, и я вместе с вами, что не всегда, когда мы делаем что-то правильно, не всегда у нас чувства нормальные вот здесь. Но я так старалась и не выдержала. Значит, хотела показать то, чего не было и лопнула. Показать то, что есть, что проблема. А вот показать то, чего нету, старалась, старался, но не выдержал. Чувства поражены. Пусть Господь сегодня благословит нас. Вот тут написано, Христос был еще святы. Не причастны злу. Первое, что стоит святы, а святы, это когда дела наши по Евангелию и чувства соответствуют об одном. А когда есть разлив между головой и сердцем, это не святы уже. Правда, есть кровь Христа, потому что в это время еще не так, мы это понимаем и круг Христа покрывает. Мы не теряем спасение, но мы же хорошо понимаем, что не то, что надо. Мы же понимаем, что не то, что надо. Пусть Господь благословит нас сегодня, чтобы принявши во внимание жизненный путь Христа, который он прошел. И вот это самое главное, что он сделал, он вознесся на небо, туда, откуда он пришел. А люди все делали, чтобы не вознесся. И умертвили, и искушали, и соблазняли, и гроб положили, и закрыли, печать поставили. Если бы он не вознесся, он не мог быть первосвященником тогда. Он должен быть отделенный от грешников. Попробуйте отделиться от грешников здесь на земле, тогда все кругом кипит во грехе. Но Иисус Христос вознесся. Он сегодня вообще отделенный от греха, от грешников, восседает по правую руку от отца своего. Поэтому пусть Господь нас сегодня благословит. И когда мы будем молиться, давайте мы Господу скажем все, то, что есть на самом деле. Господи, вот у меня вот в этом проблема. Вот я здесь не могу назвать себя святой или святым. А я хочу быть восхищенным в свое время. Я не хочу оказаться дойти до дверей, а там дальше выхода уже нету, ухода дальше нету. Мы хотим быть с Господом. Мы хотим, чтобы наши дни жизни и дни нашего труда не пропали напрасно, но чтобы и иметь спасение, и получить награду от Господа в тот день, когда Господь позовет нас, и мы пристанем перед Его святым лицом, чтобы получить то, что мы заработали здесь, как награду. Жизнь священная, она дана даром нам. А уже награда за труд, она будет соответствовать нашему труду. Что мы делали, живя в теле? Вот мы склоняем колени, молимся, за все благодарим Господа, и пусть сегодня наш дух и еще раз обновиться в искании Господа и в стремлении достигнуть святой личности, именно в последнем уровне, последней точки, быть восхищены или взятыми от этой земли. поклоняем колени, молимся и за все благодарим Господа. Господа. благослови всех от глубины нашего сердца, потому что Господь дал нам такую возможность свободно, спокойно, в этом Господе день, который ты нам подарил, потому что мы сегодня отмечаем день, когда ты, Господь, возьмешься на небо, когда оставил эту землю скорбей, землю испытаний, где царствует смерть, где так несправедливость, зла и жестокость, Господь, но ты дал нам пример из своей собственной жизни, никто столько не терпел несправедливость, как ты, Господь, никого, Господи, так люто ненавидели, как тебя, несмотря на то, что все было несправедливым, Господь, поэтому, Боже, мы, Господи, благодарны тебе, что ты оставил для нас твое божественное слово, и мы сегодня, Господи, видим своими глазами, что бывает так, как написано, что праведника постирает то, что должны притепить нечестивые, а нечестивые имеют то, что должны иметь праведники, и, Господи, в этом нет ничего особенного, и вот таким образом, ты, Господи, формируешь нас, как личность для святой вечности, где требуются особые стандарты, особый характер, особая святость, которая никак не соответствует часто нашим человеческим представлениям, Господь, и ты нас прости за всякий робот, который часто дополнял наши сердцы, за всякие, Господи, обиды, которые у нас возникали в сердце в отношении тебя, в отношении твоих планов, в отношении, Господи, того обвинения, что ты несправедлив бываешь, Господь, прости, если эти мысли нас посещали, ибо сегодня, Господи, мы еще раз слышали, что все Это ты допускаешь для того, чтобы, Господи, показать нам самих себя, чтобы, Господи, показать нам наши недостатки. Нам, Господи, трудно вспоминать самое трудное время на нашей жизни. Может, это было раздражение, может, Господи, это было обида, может быть, Господи, это были другие проявления неприятные нам, но этим ты показывал нам наши недостатки, нашу сущность и кто мы есть на самом деле. Потому что сами по себе мы никак не хотим соглашаться, что мы, Господи, плохие. Мы всегда думаем, что у нас все хорошо, но когда ты ставишь в нас трудные жительные обстоятельства, ты тогда показываешь нам, какие мы есть. И за это, Господи, благодарение тебе. Мы сегодня хотели бы, и я в том числе, именно, Господи, понимать так, как ты хочешь, что лучше горькая правда, чем сладкая ложь, которая никогда ничего доброго никому не проносила. И, Господи, мне очень хочется, чтобы в твоем народе никогда не было мнения, что ложь может быть во благо, Господь, что обман может принести пользу. Господь, прости нас за то, что в нас такое бывает, за то, что мы думаем так, как думает этот мир. Но научи нас, Господь, если мы не хотим что-то говорить, то просто молчать, но никогда не лгать. Мы имеем полное право говорить и молчать. И никто нас не может заставить поступать по-иному. Это право выбора. Потому, Господь, дай нам сегодня Твою милость и прости нас. Мы хотим участвовать в восхищении. Мы, Господи, хотим участвовать, быть участниками первого воскрешения. Мы не хотим, Господь, быть вместе с тем народом, который не знает Тебя. И поэтому, Боже, что бы ни было с нами в нашей жизни, как бы к нам не относились наши близкие и родные, как бы, Господи, о нас не думали люди, дай нам иметь, Господи, трезвость всякого мышления, чтобы, Господи, от Тебя принимать вот эти, Господь, стандарты, эти определения, кто мы есть, подчиняться им. И жить для Тебя, несмотря на то, что будут в нашу жизнь прийти проблемы и трудности, переживания различного рода, Господь. Но Ты дай нам Твое благословение, потому что Ты сегодня дал нам тень, чтобы мы могли проверить свою собственную жизнь. Ты дал нам, Господи, Слово Твое, которое является мирным наших поступков. Ты дал нам весы, и это тоже Твое Слово, на которое Ты можешь возвышать нашу жизнь и наше состояние. И, конечно, Господь, пусть Дух Святой еще более углубит наше познание, еще более откроет нам наше состояние, и покажет тот путь, по которому нам должно идти, чтобы, исполнивши волю Твою, получить обещанное, которое Ты неоднократно обещал для нас, да, Господь. И так благослови сегодня эту церковь, а Ты знаешь небо, что физически, Ты знаешь, Господи, все. И Ты никогда, Господи, не говорил, что мы сильные сами по себе, но мы благодарны Тебе, что у нас есть Ты. Делаешься слабым и сильным, немудрым, неблагородным и значительным, Господь, имеющим высокую мораль, Господь. И мы, Господи, хотим, чтобы Ты был с нами, чтобы, Господи, идти за Тобою. И вот Ты сказал, идите за мной, я делал Вас ловцами человеком, Боже. И я знаю, что сегодня у Тебе нет других людей, через которых Ты хотел бы спасать эти души, которые не имеют спасения. У Тебе есть только этот народ, который стоит перед лицом Твоим, потому, Боже, дай им силу и ревность, дай благословение. Возревновать за свои щебни, возревновать за это щеление, в котором, Господи, так много грешников. И они уже, наверное, давно не видели тех, кто впервые склонялся на колени. Чтобы, Господи, просил прощение за грехи и кто дополнил число смощенных Божьих. Ты, Господи, знаешь немощи, но Ты, Господи, и также дал им все необходимое для жизни. Ты дал, Господи, хлеб, Ты дал до хлеба, Ты дал, Господи, крышу над головой, Ты дал, Господи, здоровья достаточно, чтобы молиться, чтобы, Господи, божество сходить по Тебе Твоими. А если есть какие-то немощи, Господи, то есть, Господи, Твое чудесное имя, сильное и могущественное, которое, Господи, изгоняет всю, Господи, эту бесовскую силу, эти все духовные немощи, Боже. Но только дай Твое благословение, чтобы сегодня каждый искренним сердцем мог рассказать Тебе о своем собственном состоянии, ничего не пряча, все, Господи, обнаруживая перед лицом Твоим, называя вещи своими именами. Так, Господи, благослови каждого брата и сестру. Ты знаешь, сколько здесь еще неспащенных душ, которые вынесли нам по плоти, по родству, по крови. И как хотелось бы, чтобы в первую очередь именно эти души дополнили стан спащенных Тобою, чтобы здесь склонились наши дети и внуки, мужья и жены. Может быть, Господи, наши хорошие соседи, которые очень хорошие по своей человеческой натуре, но которые не могут быть насчетниками в вечности. Ибо нашего хорошего человеческого очень мало для того, чтобы жить у святой вечности Божия. Ты знаешь, Господи, всех жителей этого селения. Ты знаешь, кто погрозает в пьянстве. Ты знаешь, кто связан блудом. Ты знаешь тех, кто связан, Господи, с оккульпными силами. И кто сегодня держит, Господь, под контролем этого селения Божия. Потому что мы сегодня просим Тебя простыть Твое благоволение. Дохни духом Твоим святым на эту церковь. Нейте, Господи, нейте души, которые сегодня странились перед Тобой. Дай им Твое обновление. И пусть Твой глубокий мир наполнит их сердца. Пусть Твое благоволение будет открыто в великой мере. Благослови, Господи, также властей этого селения. Дай им, Господи, расположение по Ему народу. Кому они, Господи, не мешали этой евангелизации. Иван Ивановича благослови, Господь. Ты знаешь его труд. Ты знаешь, что, Господи, уже в этой своей старости, и я не живу сейчас в глубокое, но он, Господи, делает, едет, стремится, Господь. Но дай ему больше ревности, потому что он не дорабатывает здесь, Господь. Потом, Боже, дай ему силу, дай ревность, потому что ему скоро придется пристать перед лицом по им и дать отчет не только за свое собственное состояние, но за каждого члена этой церкви, которую, Господи, Ты вручил ему как человеку, как Твоему представителю здесь на земле, Господь. Итак, благослови его и наполни духом святым. Отец, дай Господь ему твою благодать и благослови его, ты знаешь его окружение, которое имеет влияние на него, Боже, но ты дай ему твою свободу в полном смысле этого слова, так как ты понимаешь свободу, именно для него, именно в этом его труде, Господь. Также благослови каждого члена этой церкви, независимо от возраста и возникли еще молитвенников, которые начали бы ходатайствовать за спасение грешников этой деревни, за окружающее селение, Боже. И пусть эти молитвенники несут достойно этот труд, пусть и голос будет слышен на высоте, и днем, и ночью, Господь, потому что нет еще такого, Отец, но ты дай это последнее время использовать более продуктивно и полноценно, для того, чтобы, Господи, твоя любовь могла спасти, чтобы многие души, чтобы многие могли получить радость спасения, и чтобы, Господи, тогда, когда каждый член этой церкви предстанет перед лицом твоим, чтобы могли получить ту полноценную награду, которую ты приготовил для того, чтобы, Господи, дать эту награду, возрадовать, и, конечно, чтобы ты был, в общем, этом прославлен, Господь. И так было с ними это селение. И, Господи, ангелов твоих, которые прошли бы по этим щебням, которые направили бы, Господи, народ в этот молитвенный дом, чтобы, Господи, слава твоя могла еще, Господи, более проявиться и открыть твое любящее лицо, открыть твою славу и могущество, открыть для грешников могущество твоей крови, ищи его твоего, Святого Духа. И так, Господь, благослови, а мой твоей, Святой Кровью, каждое беззаконие, всякое преступление, покроющие грехи и беззаконие, и пусть твоя Святая любовь и в дальнейшее время будет действующей в этой церкви. А до сегодняшнего служения, за все твои блага и милости, за слово жизни, прими от нас хвалу и благодарение, как и версты наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Сын и Дух Святой Продолжение следует...